Здравствуйте, в эфире программа интервью и сегодня в студии Осетия ТВ директор предприятия спецэкосервис Владимир Слонов. Владимир Юрьевич, здравствуйте. Добрый день. Ну и так, главная тема, я думаю, вы прекрасно это знаете, это подготовка к зиме. Зима скоро, через дней 10 официально она начинается. Коммунальные службы готовы? Ну, что касается конкретно нашего учреждения, учреждение готово к встрече, вернее, к зимнему периоду. Из числа машин, которые были приобретены в прошлом году, существенно наш парк был пополнен, конечно, благодаря администрации города Владикавказа. Вчера Сергей Шамильевич Зантиев, глава администрации, лично приезжал, ежегодный осмотр готовности зимней техники проводил, буквально вот в преддверии сегодняшнего интервью, он с председателем комитета ЖКХ администрации, они полностью осмотрели весь парк, поговорили с рабочими, встретились с водителями, то есть полностью прошла такая рабочая встреча на предприятии. Констатировать можно то, что сегодня, условно говоря, к привычной нашей зиме, которая бывает у нас во Владикавказе, учреждение готово полностью. Закупленные и технологические материалы, завезена соль, приобретен песок для приготовления песко-соляной смеси, набран штат водителей на зимний период, то есть сегодня можно констатировать факт, что предприятие, учреждение готово к встрече снегов. Насколько оперативно, вот машины, спецэкосервисы готовы выехать? То есть снег пошел, они сразу готовы ехать? Нет, есть определенная технология очистки автомобильных дорог в городе Владикавказе, но и не только по городу Владикавказе, есть стандарты, которые действуют по всей России. Это выделяется 4 часа на осуществление работ по очистке дорожного полотна после окончания снегопада. А то есть только после окончания снегопада машины выходят? Ну, естественно, то есть при образовании скользкости зимней, то машины выезжают на посыпку и обработку противогололедными смесями. Это вне зависимости от времени и начала или конца снегопада. То есть если уже появляется гололед, я простым языком скажу, то мы реагируем моментально. Чем обрабатывается вот именно? Бескосоленной смесью. А вот смотрите, во многих крупных городах дороги обрабатывают химическими растворами различными. Вот что вы можете о них сказать? Почему они здесь не используются? Не нужно или вредно? Ну, я бы все-таки был сторонником природных каких-то компонентов. Все-таки химия есть химия? Какое оно влияние воздействует, оказывает на здоровье людей? Это, конечно, еще вопрос большой и открытый. Соль все-таки это природный материал. Я думаю, что да, конечно, и она не полезна, скажем так, условно для растительности, для элементов озеленения городских. Но, тем не менее, это натуральный природный материал. Поэтому я считаю, что все-таки я склоняюсь, это мое субъективное мнение, конечно, к соли. Ну, вы говорите, что смесей достаточно сейчас, да, на зиму? Вполне. То есть на ту зиму, которая, в принципе, у нас бывает вот во Владикавказе, в Осетии, я думаю, это достаточно. Конечно, если не произойдет каких-то природных катаклизмов. А если произойдет? Ну, вы знаете, это стихия и стихия. Будем работать, конечно, будем делать все, чтобы город жил, работал, чтобы не было затруднения движения ни городского транспорта, ни общественного транспорта, ни частного транспорта. И чтобы пешеходы тоже, конечно, могли передвигаться спокойно. Ну, к слову о пешеходах, очень часто, очень многие жалуются, что, может быть, если даже в центре там дороги обработаны и тротуары, то очень часто на окраинах они не обработаны. Ну, и в основном пенсионеры очень сильно жалуются. Вот что вы можете сказать об этом? Ну, вы знаете, наверное, ругать можно всех и вся. Да. Правильно? То есть, чем больше, конечно, делается, тем больше, конечно, и требований, тем больше планка повышается, тем больше хотят люди, чтобы у нас снег вообще не ложился на город Владикавказ, но, к сожалению, против природы не пойдешь. Учреждение располагает на сегодняшний день и техническими возможностями, и человеческим ресурсом для того, чтобы осуществлять и уборку тротуаров. Я просто здесь оговорю, что наше учреждение осуществляет деятельность только левобережной части Владикавказа и Эрестонского района по механизированной уборке. У нас еще существует предприятие, которое осуществляет деятельность в промышленном районе и в Эрестонском районе, что касаемо тротуарной части. А левый берег и дорожные покрытия Эрестонского района, это в наше видение входит на сегодняшний день. Поэтому сказать, если прошлый год взять, я не думаю, что прям такое количество жалоб у нас было. В первую очередь реагируют у нас надзорные органы, это ГИБДД, дорожный надзор. То есть мы с ними полностью в контакте работаем, то есть при малейшем появлении наледи или скользкости или образования гололеда моментально идет информация, поступают в нашу диспетчерскую, моментально участки реагируют. И я не считаю, что у нас прям такая катастрофа, как мы можем слышать или читать в блогах. Конечно, если человек спит ночью, просыпается, он думает, что город сам собой очищается. Нет, все делается для того, чтобы наши горожане себя чувствовали комфортно. Наверное, вот я вот, наверное, опережу ваш вопрос. Наверное, стоит показать, когда не убираешь, как будет. Но, к сожалению, нам такую возможность никто не даст, ни администрации города, ни, соответственно, другие надзорные органы. А так, конечно, разница была бы ощутимая. Но вот вы до этого тоже говорили, что готовы приглашать с собой журналистов, когда идет именно уборка города, потому что она идет ночью. Любое время, но снегопадом мы готовы, наши двери открыты. И уже была такая практика, и не первый год мы приглашаем средства массовой информации. Даже вот в прошлый, позапрошлый год ребята садились в машину и с машины делали живой репортаж. Мы никогда не скрываем ту деятельность, о которой мы говорим. Да, она немножко не видна, потому что мы ночью работаем. А для обывателя, конечно, если нет машин, значит ничего не делается. Но вы сами представьте, центр города, Перестонский район, улицу Ленина хотя бы. Которая и летом она, в принципе, бывает перегружена. И представьте машину, 12-тонный автомобиль, который будет лавировать между машинами. Ну, сами понимаете, что смысла нет в этом. Плюс к этому еще непонимание наших водителей, которые просто-напросто не могут элементарно, но 5 минут подождать для того, чтобы им прочистили дорогу. То есть эта машина выезжает не для Слоново. Поэтому машина выезжает для автолюбителей, которые ездят по нашим дорогам, соответственно. Есть, конечно, проблемы, я не буду о них говорить. Они из года в год были, наверное, есть и, к сожалению, будут. Плюс к этому еще я скажу так, я пользуюсь случаем, вот сейчас хочу обратиться к жителям частного сектора. То есть после проведения уборки нашей техникой зачастую снег с дворов, он опять оказывается на проезжей части, что за собой введет образование наледи. Причем эта наледь, она гораздо хуже, чем сплошной гололед. Потому что появляются бугорки с наледью, и, соответственно, они мешают, препятствуют движению и создают аварийные ситуации. Но как вот мы не пытаемся обращаться к людям, вот, может, вы тоже нам поможете в этом. То есть огромное количество снежных куч, они выбрасываются просто-напросто на проезжую часть. Просто предупредите, что больше так не делали. И, наверное, может, со спецслужбами, но с надзорными органами, наверное, надо обращаться к жителям, да? Обращались неоднократно, просим, уговариваем, даже ругаем. Ну, к сожалению, пока воздельный не там. Наверное, может, через несколько лет до нас дойдет, что все-таки это наш город, это наша безопасность, это безопасность наших детей, в конце концов. Да, и самих лично себя. Но вопрос касаемо вашей работы. Вот кто-то контролирует, насколько качественно исполняется работа сотрудников? Наверное, легче сказать, кто не контролирует. Контролирующих органов. Ну, в первую очередь, это администрация города, конечно, которая ответственна за содержание дорог. Это и надзорные органы, ГИБДД и так далее. Ну, а какие могут санкции к вам применяться? Страфы. Бывали? Неоплата. Ну, за последние два года со стороны надзорных органов у нас штрафов нет. В принципе, это и показатель нашей деятельности. Когда кто-то говорит, что город не убирается, я могу очень серьезно поспорить. Теперь к технике. Вы говорите о том, что в прошлом году ощутимо пополнился ваш автопарк. И техника поступила после договора администрации со Сбербанк Лизингом. Это было почти шесть десятков новых машин. Вот они разные. Что за машины? Да, конечно. То есть учреждения осуществляют деятельность не только по зимней уборке. Это и вывоз твердых бытовых отходов, это и осуществление уборки города в летний период. Поэтому в составе этих 59 единиц, 8 единиц было пложно-щеточных машин, которые конкретно направлены на работу в зимний период. И летний период они комбинируются. Была эта тракторная техника приобретена. То есть снегопогрузчик, фронтальный погрузчик, трактора МТЗ. То есть это не все количество этой техники предназначено для зимних. К сожалению, в последнее время несколько раз я сталкивался с тем, что в средствах массовой информации было сказано, что именно 59 единиц было приобретено зимней техники. Нет, к сожалению, это не так. Возможности города тоже ограничены. Было бы неплохо, если бы 60 единиц у нас было в городе, они бы не помешали. Но на сегодняшний день это значительно улучшило работу, конечно, потому что парк был изношен до крайней степени. То есть техника не приобреталась порядка 10-15 лет. А срок службы такой техники в коммунальном хозяйстве до 5 лет. Вы сами понимаете, что это было. И сегодня, получив новую современную технику на базе шасси КАМАЗ, конечно, для нас это очень большое подспорье. И за это, конечно, огромная благодарность администрации города. Но тогда, когда вы получали технику, шла речь о том, что, возможно, старую технику будут ремонтировать, может, как-то подгонять под новые условия и снова выпускать новые? Вы понимаете, тот состав подвижной, который у нас был, он просто себя изжил. То есть соль, помимо того, что она помогает нам передвигаться по дороге, она еще имеет свойство разъедать металл. То есть там просто технически не представляется возможным даже реанимировать эту технику. Она была просто... Выкинули все. Ну, не выкинули, выкинуть нельзя городское имущество. Она была утилизирована. А хватает вот сейчас той техники, которая есть? Ну, я же еще раз говорю, если вот брать в расчет те зимние условия, которые у нас бывают на последние пять, условно говоря, тот срок, в котором я работаю в этом учреждении, на пять лет, то, я думаю, вполне достаточно. Владимир Юрьевич, такой вопрос. Вот есть старая шутка о том, что зима всегда становится неожиданностью для коммунальщиков, и снег всегда выпадает неожиданно только для них. В этом направлении, если говорить о сотрудничестве, может быть, с гидромедцентром, вот вы говорите, что вас оповещают о том, что идет снег, а если заранее это как-то вести? Работа найдет такая работа? Ну, если бы мы жили в Центральной Африке, конечно, для нас это было бы неожиданностью. Я согласен с вами. Но, к сожалению, у нас немножко другой географический поиск. Поэтому мы готовы. Зимний период у нас начинается с 15 ноября. В принципе, на 15 ноября основной парк бывает переоборудован уже. Что касается взаимодействия с гидрометбюро или службами, метеослужбами, то, конечно, у нас заключается ежегодный договор. Но предугадать, наверное, с точностью до часа, это, наверное, не сделает никто. Это природа, вы сами понимаете. То есть здесь приблизительные данные, конечно, нам даются. То есть мы приблизительно ожидаем, что в течение двух, трех, пяти суток ожидается снегопад. То есть мы уже бываем во всеоружии. То есть вы чуть немного за годы знаете, что вот сейчас возможны осадки и стоите буквально на низком старте. Естественно. Что касается условий работы для сотрудников. Вот вчера глава администрации инспектировала в том числе и условия работы. На каких условиях они сейчас работают? Что для них? Что у вас конкретно интересно? А наверняка зарплаты, наверняка какие-то трудовые условия, то есть безопасность труда и так далее. Что касается заработной платы, все работники, которые задействованы на уборке в зимний период, они получают заработную плату с бюджета города. То есть здесь никаких, скажем так, вопросов возникать не будет и не должно, потому что бюджет финансирует заработную плату для работников нашего учреждения. Что касается условий работы, конечно, они нелегкие. Я уже останавливался на этом чуть ранее. Конечно, приходится сталкиваться и с непониманием водителей. То есть когда работает техника и разбрасываются противоголоволедные материалы, конечно, иногда попадаются и более крупные фракции в песке. То есть мы не просеиваем его, у нас нет такой возможности. Естественно, при критическом приближении к работающему агрегату, то есть попадают и в стекла машины, и в кузов машины. Конечно, бывает и недовольство граждан, но ведь есть правила дорожного движения, которые определяют дистанцию определенную. И потом наши машины все оборудованы проблесковым маячком. То есть если бы наши внимательно водители немножко относились к себе, не к нам, к себе, то, конечно, таких моментов не было. Ну и много есть проблем, конечно. Ну вот о проблемах все-таки, да? Понятно, ситуация рисуется красиво. Проблема чисто на техническом плане. То есть быт обустроен для наших работников. У нас оборудованы и комнаты для отдыха. То есть, конечно, мы понимаем, что все люди и не можем 24 часа или 26 часов в сутки работать. То есть есть оборудованы комнаты для отдыха водителей. То есть от работов мы предоставляем и отдых водителям, организованы там горячее питание бывают у нас. То есть условия, которые зависят от нас, мы все их соблюдаем. Мы все предоставили для работников наших. То, что касается, конечно, технической части, да, это в первую очередь и не такая ширина наших улиц, особенно центральная часть. Я не говорю за левый берег, там, конечно, попросторнее немножко, но центр города, конечно, доставляет проблемы. Машинопоток очень большой, который наблюдается в центре города. Ну, такого рода. А так, я бы сказал, что все в принципе. Но вот вы специально убираете улицы центральной части города ночью, да? Нет, мы убираем весь город ночью. Весь город ночью. Но вот если в течение дня, например, прям с утра метет и метет и метет, и до вечера намело огромные сугробы, и не пройти, не проехать. Естественно, конечно, это все зависит от ситуации. Мы выезжаем, реагируем, проводим и очистку, и проводим посыпку. Но, естественно, нам это делать труднее, потому что я же еще раз говорю. Да, да, да. Приходится убирать всех с дорог. Да, нам в этом помогает очень, конечно, экипаж ГИБДД. То есть, огромное спасибо за прошлый год, за работу Хасану Ибрагимовичу Бекузарову. Он очень сильно нам помогает. Ребята просто отсекали водителей от наших машин, пробивали им дорогу, можно сказать, грудью. Поэтому, конечно, взаимодействие есть, но у них тоже возможности не безграничны. Поэтому, как бы, есть взаимодействие, есть понимание, конечно, структур. Потому что мы все работаем на благо нашего города, на наших горожан. Поэтому, как бы, таких суперсложностей нет. Ну, такие моменты, которые... А спецэкосервис занимается, вы говорили уже об этом, не только расчисткой дорог в зимний период, но и вывозом мусора. Вот работа в этом направлении, она ведется тоже только в двух районах города, так я понимаю? Да, в левой части. Но, вот если говорить об этом, как эта работа идет? То есть, жители города оплачивают эту услугу или это за счет администрации? Нет, это договорные отношения, это иная приносящая доход деятельность для учреждения. И здесь существует только договорная основа. Договор с кем? Договор с потребителем. То есть, непосредственно с многоэтажкой или с определенной сектором? Многоэтажка, юридическое лицо, частный сектор. То есть, это напрямую договора. Договора с управляющими компаниями. Ну, конечно, не зачастую сталкиваемся со сложностью, потому что есть определенные моменты, которые не позволяют управляющим компаниям заключать договора, как принято это по закону. Опять бюрократия? Нет, здесь не в бюрократии дело. Здесь немножко такие хитрости определенные, которые позволяет закон на сегодняшний день делать. Но, останавливаясь на том, что вы вопрос задали, конечно, оплата за оказанную услугу, она очень низка, потому что не привык наш народ платить за вывоз мусора. Я всегда задаю вопрос неплательщикам. Вот вы в магазин приходите, хлеб берете бесплатно? Нет. Но это, извините за каламбур, но это тоже хлеб, но уже наш хлеб, который мы производим, понимаете как? И те люди, которые выходят в 4, в 5, в 6 утра, чтобы сделать наш город чище и лучше, они тоже хотят кормить детей, они хотят получать зарплату и покупать тот же хлеб в магазинах. Ну, на сегодняшний день понимания мало. Но, что касается именно вывоза мусора, вот есть одна такая большая проблема, это, наверное, то, что граждане немножко не думают о последствиях своих поступков. Я сейчас объясню, о чем я говорю. Когда есть контейнер для мусора и когда выносят этот мусор и бросают рядом с контейнером. Ну, вот это тот самый простой пример, который очень часто приводится. И просто я очень часто видела эту ситуацию, когда приезжает машина коммунальная, забирает то, что было в контейнере, но то, что вокруг, они не собирают. Вот и остается в итоге то, что лежало на земле, лежать на земле. Вот что, почему так и что с этим делать? Ну, я с вами поспорю, в нашем учреждении этого нет. То есть, у нас контейнерная площадка находится на содержании предприятия, поэтому нам нет смысла оставлять мусор. То есть, к нам будут применены штрафные санкции со стороны административно-технической инспекции города Владикавказа. Я не знаю, где вы с этим сталкиваетесь, я бы тоже с удовольствием посмотрел на это. Если есть такие факты, я, пожалуйста, прошу вас мне об этом сообщить. Но вы говорите о контейнерных площадках, а я говорю о том, что когда люди выходят и просто бросают мусор на проезжей части. С этим мы тоже сталкиваемся. Причем после того, как улица убрана, подметена и вывезен смет. То есть, выходит, в основном, это жители частного сектора. Они проснулись в 10 часов, условно говоря, потянулись, вышли из дома, прибрали у себя дома и пакет с мусором бросили на проезжую часть. Конечно, с этим бороться очень тяжело. Ну да, особенно в центральной части, когда идешь в родину. И в центральной части города, конечно. То есть, понимаете, становится обидно за свою работу, обидно за тех людей, которые трудятся на этом поприще. Ну, это просто, я скажу так мягко, некультурно. Свой мусор бросать на всеобщее обозрение. Это всегда было стыдно в Осетии. Я не знаю, почему сейчас какую-то тенденцию приобрело. Не знаю, что ли. Есть служба, она уберет. Но служба убрала утром. До 8 часов, до 11 часов, просто по категориям улиц. У нас происходит уборка. То есть, до 8 часов мы улицу сдали городу. Она должна быть чистая. Но при этом, условно, нерадивый гражданин выходит из дома и бросает свой пакет с мусором посередине дороги. Ну и, собственно, вся работа коту под хвост. Естественно, естественно. То есть, не то, что работа коту под хвост, я бы так не сказал, а вида нет. То есть, мы сами портим тот вид. И при этом, кроме всех, возмущаемся, что наш город такой грязный стал. Вы посмотрите эти блоги, посмотрите комментарии к блогам, к постам, там, репостам. Ну, это же просто кошмар. И как будто африканцы к нам приезжают в Центральной Африке и свой мусор приносят. Это же мы сами. Ну, опять-таки, та самая фраза, когда чисто не там, где ее убирают. Да, крамольная фраза, но почему-то все ее хотят избежать и все только считают, кто, что, где и как и почему. Начитаешься такого, что же волосы дыма, какие у нас есть специалисты в той или иной сфере. Ну, это, конечно, не относится к сегодняшней программе. Ну, начинают опять-таки к мусору на улицах. Да, очень многие жалуются на то, что нет урн, не хватает урн, а потом эти самые урны ставят и их же ломают и уносят куда-то непонятно зачем. Но что делать, чтобы вот эти урны, которые железные, ну, они такие легкие, и чтобы их не ломали и не уносили? Вот что с этим делать? И с этим мы тоже сталкиваемся, конечно, да. Но опять-таки, это просто уровень культуры нашего населения. Если сегодня молодой человек меряет свою силу на этой урне железной, то есть я имею такое физическое здоровье, что я еще с бараний рог скручу, конечно, это нас не красит. При этом, сломав эту урну, по сути, у человека есть такая особенность, наверное, если мы привыкли в одно место сбрасывать, то даже если там некуда сбрасывать, мы все равно будем туда сбрасывать. Мы с этим сталкиваемся часто. Конечно, мы стараемся по мере возможности менять урны, производить замену сломанных там, либо украденных, либо еще каких-то урн. Ну, конечно, за всем городом именно в ту или минуту не уследишь. Конечно, бывают где-то промахи небольшие, я не отрицаю этого, потому что за всем сразу уследить невозможно. Конечно, мы пытаемся максимально быстро реагировать, потому что, да, мы знаем, что сегодня мы привыкли, что здесь стоит урно, мы бросаем туда обертку от конфет или там. Но это в лучшем случае я как бы идеализирую. Ну, вот была одна история совсем недавно, показывали большой сюжет по телевизору на одном из федеральных каналов о молодом человеке, который собрал такую большую инициативную группу, вместе с ней отправился убирать там, не знаю, набережные, ну и так далее, да. Он объяснил это тем, что на его взгляд там, где убрано, сорить как-то вот чисто психологически труднее. Я с вами согласен. То есть мы сейчас можем говорить о том, что если вот здесь лежит одна бумажка, то это провоцирует дальнейшее бросание мусора. Совершенно верно. И вот какие-то, ну не знаю, как сказать, ответственность за то, что ты бросаешь мусор. Мы очень часто слышим о том, что такая практика есть в зарубежных странах, что очень многие в зарубежных странах за бучки от сигарет там наказывают и так далее, и так далее. За жилачку. Тем более. Вот что, почему у нас так нельзя? Ну, наверное, это вопрос не ко мне. В рамках своей компетенции, как говорится, я не могу вам сейчас ответить на это. Я бы просто сказал так, наверное, в первую очередь это воспитание. Это воспитание нашего подрастающего поколения. То есть если я сегодня, идя с ребенком, бросаю на тротуаре обертку от фантика, я не думаю, что мой ребенок при этом будет брать ее и поднимать мусор. То есть что мы вложим в наших детей, что вкладывали в нас, наши родители, то оно и, что посеешь, что и пожнешь одним словом. Я думаю, что здесь, скорее всего, просто какое-то, нужно сделать, наверное, акцент, может, в школу, в детских садах, на экологическое воспитание именно, да даже не на экологическое воспитание. Здесь, наверное, больше любовь к своему городу, любовь к своей улице, любовь к своему району, городу, республике, стране в конце. Вот что такое патриотизм. У нас патриотизм почему-то это против чего-то, патриотизм не против чего-то, а патриотизм это, наверное, вот, то, что я сегодня, увидев даже эту какую-то бумажку, ну, что стоит молодому человеку взять ее и просто положить в воду. Я просто, почему говорю вам об этом, был такой случай в Японии, когда делегация наших спортсменов отправилась в Японию на соревнования. Ну и представляете, идет человек 15 наших молодых ребят, купили там сникерсы, там баунти или что-то в этом вроде, естественно, сразу открывают и все автоматически, как по накатанной, проходит навстречу Японец, человек, ну, скажем так, лет под 50. Он молча поднимает эту бумажку и кладет в мусор. Вот и таких людей надо учиться, наверное. Да, ну, Япония – это Япония. Я не думаю, что наши люди чем-то необразованнее, чем-то глупее, чем японцы. Но это внутренняя культура, это любовь к своей стране. Перестать смотреть на других, на тех, кто… Да, но, к сожалению, у нас сначала смотрят. Ну да, неправильно это все, но… Владимир Юрьевич, все-таки зима близко, как говорится, да? Зима загорала. Вот, и можно парочку советов от руководителя предприятия в коммунальной сфере для людей, которые боятся все-таки гололеда и все-таки мечтают сохранить свои косточки целыми за эту зиму. Вот, пару советов. Ну, конечно, какая бы служба не осуществляла уборку города, конечно, в первую очередь нужно следить за своей безопасностью самому. Я это считаю спасением в наших руках все равно, в любом случае. Что посоветовать, конечно, меньше нас ругать, а больше нам помогать, наверное. Это даже не совет, а просьба, конечно, больше. И обращение такое вот, или крик души, можно сказать. Конечно, мы со своей стороны сделаем все, чтобы горожане себя в зимний период чувствовали комфортно. Но при этом мы тоже надеемся на взаимность. Ну, то есть только общими усилиями мы сможем сделать город чище. Ну да. Да, думаю, что да. Ну что же, Владимир Юрьевич, спасибо вам за то, что нашли время прийти к нам в студию. Сейчас у вас все-таки горячая пора, и времени, наверное, не так много. Спасибо вам. Спасибо вам за то, что нашли время ответить на наши вопросы. И, наверное, за хорошие, интересные ответы тоже спасибо. В свою очередь я вас тоже приглашаю к нам. Будем. Можете даже без предупреждения. Первый снегопад, наши двери открыты всегда. Мы вам предоставим технику, чтобы вы отсняли живой репортаж. Потому что все-таки, что бы сегодня Слонов Владимир не сказал, конечно, если это не увидеть и не показать воочию, чтобы не только это для меня, для нашего населения, чтобы никто не думал, что кто-то, какой-то там чиновник сидит там в кресле и не думает о том, что надо выполнять свои служебные обязанности. Мы готовы их выполнять, мы их выполняем и приглашаем вас быть тому свидетелями. Ну, вы знаете, да, даже вот в этой ситуации хочется сказать о том, что мы-то сами ругаем свой город, но когда к нам приезжают люди, гости какие-то, почему-то они всегда говорят, что как у нас хорошо и как у нас чисто. Вы знаете, приятно слышать. Ну, это, наверное, наша самокритика просто. Может быть. Поэтому как бы. Вам удачи зимой. Спасибо. Желаю избежать больших снегопадов и природных катаклизмов. Ну, я думаю, все будет. Будем надеяться, что зима будет мягкой. Ой, мы тоже надеемся. Спасибо вам еще раз. А нашим зрителям я напоминаю, что сегодня в студии Осетия ТВ был директор предприятия спецэкосервис Владимир Слонов. С вами мы увидимся ровно через неделю, в следующий понедельник. Меня зовут Яна Гайгиева. Всего доброго и до встречи. Субтитры подогнал «Симон»!